За сутки военный госпиталь доставлены 13 раненых из зоны АТО. Украинский театр в опасности. Руководство и артисты просят помощи у чиновников. Масштабное ДТП под Одессой унесло жизни двух людей. В эфире седьмого подводим информационные итоги дня. Меня зовут Екатерина Поденежная. Здравствуйте. Уже завтра Верховная Рада рассмотрит в первом чтении законопроект о финансировании политических партий из госбюджета. Смысл документа, пугающего своим названием многих избирателей, разъяснил эксперт Павел Калатвин. В данном случае мы говорим, что государственное финансирование не предусматривает финансирование партийных функционеров. В данном случае это все только на партийную, на идеологическую работу, на возможность политиков ознакомливаться с деятельностью граждан, проведение митингов, проведение каких-то таких организационных планов вопросов. Кто контролирует финансирование? Должны ли партийные функционеры получать зарплату? Что за санкции будут применять в случае нарушения правил? В законопроекте есть недочеты, но по мнению экспертов, для начала необходимо принять сам документ, а уже после дорабатывать. Введение таких механизмов поможет нам как минимум сокращать так называемую политическую коррупцию, то есть как минимум уменьшить влияние олигархических кругов на политические партии, сделать политических функционеров как минимум менее зависимыми от основных их финансовых вкладчиков. Закон этот может предполагать введение барьера для партий, которые будут получать деньги от государства, причем сделать его ниже, чем проходной барьер в органы самоуправления. Это и станет своего рода поддержкой новых партий и выборов. За последние сутки в Одесский военный госпиталь медики доставили 13 раненых из зоны АТО. Большая часть с огнестрельными и осколочными ранениями. В понедельник ожидают следующий борт, но есть и тяжелые раненые, за лечение которых берутся зарубежные доктора. Среди таких сапер 28-й Одесской механизированной бригады Виктор Жуков. В бою под Марьинкой он лишился обеих ног. С украинскими военными, врачами, беседовала Ольга Голодова. В понедельник будет, если что, следующий борт. Давайте мы в состоянии сейчас принять их. То есть я понимаю, что те, которые не позволяют в состоянии, их можно там придержать. Подобные звонки на телефон главного хирурга Одесского госпиталя Богдана Кучера поступают постоянно. Раз в две недели в медучреждении доставляют военных из АТО. Как правило, с ранением сразу нескольких частей тела. Как раз был звонок с Днепропетровска. Опять поступило около 20 раненых. Из них 9 больных отправлены в больницу Мещникова. Из них тяжелые 6 человек. Это с сочетанными множествами проникающих ранений в грудной клетке, живота, огнестрельные оскольчатые переломы. Нижних и верхних конечностей. За период АТО в госпиталь, в хирургическое отделение поступили около 2000 военных. Сейчас на стационаре находится около 70 пациентов. Кого-то ждет внеплановая операция или очередные процедуры. Здесь много историй. В конце августа прошлого года Виктора Жукова мобилизовали. По распределению попал в Марьинку, в 28-ю отдельную механизированную бригаду. В АТО был сапером, но 3-го июня получил ранение. Наступление не наступали, хотели Марьинку отбить. Ну и вот как бы с 4 утра, как начался обстрел, прилетел миномет 120-го калибра. Ну и как бы попал в гляндаш. Ну и осколком нет. Практически у него было минно-взрывное ранение обеих нижних конечностей с тотальным разрушением левой стопы и огнестрельным многосколочным ранением правой стопы. Сразу после боя в Красноармейской больнице Виктору ампутировали левую ногу на уровне голеностопного сустава. Потом и правую. Помочь бойцу вернуться к полноценной жизни согласилась одесситка, которая эмигрировала в Германию, певица Кира Кафт. Вместе с друзьями из Европы женщина собирает деньги для украинских бойцов. Волонтеры и медики помогли Виктору бесплатно пройти протезирование за границей. Мы сейчас ждем паспорта, потом мы получаем шенген и я думаю, что 15-20 августа он вместе со всей семьей, с супругой и с ребенком отправится в город Баден-Баден, где его ждут протезирование, дальнейшая реабилитация. Чтобы поддержать военных, Кира спела для них свои песни. Такой концерт она дала впервые. Новое постановление Кабинета министров о сборе средств волонтерскими организациями для помощи армии является незаконным. Так считает юрист Денис Пономаренко. Эксперт заверяет, данный документ нарушает Конституцию Украины, криминальное и гражданское законодательство. Кроме того, юрист отметил, что согласно закону о благотворительной деятельности, государство не имеет права контролировать добровольные пожертвования. Некоторые волонтеры считают, что эти могут воспользоваться недобросовестные люди. Однако при этом такое постановление ограничивает волонтеров в своих возможностях. Если сейчас полностью, абсолютно все благотворительные организации, все волонтеры начнут деньги, даже забрасывать, я вообще не говорю о счетах Министерства обороны, меня это вообще не касается, а даже забрасывать на свои официальные расчетные счета по благотворительным фондам, то они с этих средств смогут за счетов покупать только что-то официальное. По словам Наталии Пронжу, необходимые в зоне АТО коллиматоры, тепловизоры, снайперские прицелы купить официально в Украине невозможно, а именно эти приборы волонтеры вот уже второй год доставляют нашим военным в зону боевых действий. Именно поэтому данное постановление считают противоречивым и несвоевременным. Очередной скандал с участием судьи. В руки иллюстраторов попала видеозапись, на которой запечатлен процесс передачи взятки судья Котовского городского райсуда за положительное решение вопроса. Выразить протест представители иллюстрационной комиссии решили перед входом в апелляционный суд в Одессе. Говорят, место выбрали не случайно. В скандальной теме разбирались наши корреспонденты. Одесские иллюстраторы публично обнародовали видеозапись, где служитель Фемиды получает взятку. Речь идет о суде Котовского городского райсуда Сергеево Бержевском, который за немалую сумму готов был положительно решить вопрос в деле о возвращении вкладов юридическому лицу. Надо сделать так, чтобы мы сразу вынесли решение. Начальник юридического департамента иллюстрационной комиссии Александр Рябец утверждает, что судья якобы пытался узаконить схему вороства из государственного бюджета. «Имекс-банк, есть предприятие, юрлицо, которому государство ничего не гарантирует в случае, если банк закрывает свои, в случае, если банк банкротится. Но такой схемой путем купли-продажи долга, путем через договоры цессии, если быть юридически, такой судья распределяет этот долг между 18 и физическими лициями и по факту заставляет фонд гарантирования вкладов, заставляет банк подать документы в фонд гарантирования вкладов, в случае, если будут поданы документы, эти деньги будут возвращаться через физических лицам этому же юридическому лицу». После того, как сама запись оказалась в руках председателя иллюстрационной комиссии Константина Сховари-Башвили, журналисты с представителями правоохранительных органов отправились в Котовск. Там решили пообщаться с судьей Фабержевским, однако на рабочем месте его так и не застали. «Мы пришли в суд прямо с заседания, где были также наши представители, которые контролировали визуальный контакт, держали с Фабержевским. Как так получилось, что через вход он не вышел. У него было заседание, после чего он покинул зал суда, скорее всего, через окно, других вариантов не было. И мы уже его нашли, этой же группой нашли его уже около больницы городской, где он вынужден был просмотреть видео, на котором он находится». Илюстраторы утверждают, судья признался, на видео действительно он. Вот что происходило в этот день, не помнит. «На видео видно, как он получает взятку в долларах, объясняет решение вопроса, когда приехать за документами, где забрать решение, в какой валюте, следующий транш по этому решению». Место для митинга в Одессе выбрали не случайно. Здесь, в апелляционном суде, работает вся семья Сергея Фабержевского. «Мы здесь организовали акцию, потому что имеет продолжение. Работник этого суда на аудиозаписи четко оговаривает условия решения в апелляции. Это, как выяснилось, это папа Фабержевский Сергей со своим сыном, который работает здесь, помощником в суде Водовской Людмилы Николаевны. Уже работает около пяти лет. Также, как мы выяснили в дальнейшем, что еще дочь работает также в этом суде. Она представляет сегодня секретариат судебных заседаний». Действительно, на аудиозаписи слышно, как мужчина пытается решить вопросы за определенную сумму. «Вы скажите, на что вы рассчитываете по этому делу?» «Ну, это же не мне как бы, это опасно, наверное. Я же могу рассчитывать на одно, а люди же могут захотеть». «Не, ну правильно, ну хоть, ну что понимают. Ну вы назовите, я же не знаю». «Не, ну хорошо, давайте доверимся так. Оно попадает кому-то? Оно попадает кому-то. То есть, ну я же говорю, я всех, в принципе, знаю. То есть я иду, разговариваю и говорю. Вам подходит? Да. Вам подходит? Да. Нет, ну…» «А примерно, как вы думаете, насколько, чтобы я понимала? Ну, это несложный вопрос. Ну, честно, да. Это несложный вопрос. «Ну, чтобы я не бегала по существам, искала эти деньги». «Я понял. Ну, это несложный вопрос. Я не думаю, что там будет какая-то серьезная цифра». «Ну, ориентировочно хотя бы. Мне надо просто понимать. Ну, что вам рассчитывать?» «Я понял. Ну, в среднем от рубля до двух». Председатель апелляционного суда Григорий Колесников говорит, что как гражданин он понимает всю сложность ситуации. Однако виновность суди нужно еще доказать. «Что же касается моего мнения как юриста, я считаю, что вывод о виновности лица, в том числе и в получении взятки, можно сделать только на основании решения суда, который вступит в законную силу. Может идти речь о том, что смонтирована запись, наложен звук и так дальше. Поэтому, да, то, что мы воспринимаем как обыватели, оно, конечно, шокирует. А когда будут разбираться юристы, именно последнее слово будет за судом, который поставит точку». На данный момент иллюстрационная комиссия готовит материал в Генпрокуратуру и Верховную Раду. Украинский театр в опасности. Здание памятника архитектуры национального значения разрушается и внутри, и снаружи. Руководство и театральная труппа просят помощи у чиновников и меценатов. Как спасти единственный украиноязычный театр в Одессе, выясняла Юлия Федорова. «Все это трещит и ломается. И я не знаю, когда оно упадет. Посмотрите». По словам директора Украинского театра Валентины Прокопенко, разрушения начались еще 10 лет назад. Косметический ремонт фасада только за последние 20 лет делали 4 раза. Работы выполнили быстро и некачественно. Эффект был недолгим. «Вот это я поставила новую трубу. Вот это все сделано, вон, видите, в стенку. Ее невозможно прочистить». Украинский театр – памятник архитектуры национального значения. Здание было построено в 1903 году. Сегодня оно находится в аварийном состоянии. Большую часть окон и дверей не меняли со дня постройки. «Окна. Они красивые, но они старые. Их надо либо менять и делать такие же деревянные, либо пластиковые ставить». Крыши и чердак театра протекают. На стенах трещины и разводы. С фасада падают фрагменты лепнины. Со всех сторон театр оградили предупредительной лентой. «Фрагменты падают уже на головы. И я боюсь, чтобы не случилось несчастье. И, естественно, вот сейчас оборвали ленту и уже повесили новую. И вот это мы делаем периодически, чтобы уберечь людей». Разрушения охватили и внутренние помещения в знаменитом греческом зале, в фойе и в кабинетах. Вот так выглядит потолок там, где сидят зрители. «Люди, подверженные, которые приходят в театр, смотрят на потолок. И после этого они не хотят ходить в наш театр. Потому что они ожидают... Люди не понимают, что это штукатурка, а ощущение такое, что на них летит атомная бомба». В этом году в кабинете администратора театра рухнул потолок. А когда в большом зале поднимали ковролин, под ним обнаружили прогнившие балки. В здании не работает отопление, нет вентиляции и кондиционеров. Зимой здесь сыро и холодно. Летом душно и жарко. Работать на сцене в таких условиях для актеров – настоящий ад. «Зрителю реально с потолка уже падает штукатурка на голову. Я уже не говорю об отоплении, о кондиционировании, о том, что в зале просто невозможно работать. На сцене, когда включаются софиты и прожектора, то есть актеры, с нас там сходит вся вода, которая только может быть. Потому что лето, жарко, никакой ментериации, никакого кондиционирования. В наше время, 21 век, этого ничего нет». О том, почему здание пришло в аварийное состояние, мнение художественного руководителя театра и позицию областных властей, в которых находится строение, вы узнаете в субботу в итоговом выпуске новостей. Юлия Федорова, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Профессор Мария Артия, майор-особист и музыкант. Актер Алексей Грабунов приехал в наш город и вечером во вторник встретился с поклонниками. Два с половиной часа рассказывал интересные истории, пел и показал фильм о себе. Встречу эту артист провел в Еврейском культурном центре и назвал ее «Человек, у которого было». «Спасибо тем, кто тут работает. Опять спасибо здесь и маме. И спасибо Жене за то, что все-таки мы так смогли. Так что изумительная площадка. Я давно мечтаю о театре. Может быть, даст Бог, так сложится все, что мы тут из спектакля сделаем. Пока разговоры ждут, мы сидим. Вот, так что, может быть, еще и что-нибудь сыграем и спляшем, и идут на выборы, и сердце пустить, чтобы только было все по-настоящему и хорошо». На сцену артист пригласил режиссера Велена Новака. Здесь, в Одессе, в 89-м году Грабунов снялся в его картине о штрафбате Гуга. Свою роль штрафника Даньковца в этой киноленте актер называет одной из лучших. «Я так смотрю за ним, как он делает, чего снимается, какие роли, все. Но такого он не сыграл в Миндии. Это лучшая его роль. Он еще Гуга, вот действительно посмотрите. Он поет. Да, первый раз я там смотрю. Он поет, притом одесскую. Он настолько хотел, был одесситом, что он спел, как на Беребасовской. Да, 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 кстати, да. Это первый раз в кино. Алексей Грабунов побывал и на открытии Одесского кинофестиваля. Здесь он прошел по красной дорожке вместе с остальными гостями. Хорошо вас встречать. В Одессе начался настоящий туристический бум. Ожидается, что в этом сезоне в город приедут не менее полутора миллионов гостей. Это вдвое больше, чем в прошлом году. По словам директора Центра туризма Южная Лига Фазиля Аскерова, гости съезжаются со всего мира. Не только для того, чтобы насладиться морским отдыхом. Многие приезжают к нам для участия в масштабных мероприятиях. Одно из них – Одесский международный кинофестиваль. Местные гостиницы переполнены, а билетов в сторону Одессы уже нет. Людям, которые хотят приехать из других городов, нет билетов, нет возможности приехать. Это очень сегодня сказывается, потому что, к примеру, из Днепропетровска пустили поезд из Крылого Рога на Одессу. Днепропетровская область соединяется с Одессой поездом из Крылого Рога. Только его запустили, билета уже на 20 дней вперед нет. Это говорит о том, что одного поезда, который соединял бы Днепропетровск с Одессой, не хватает. Масштабное ДТП под Одессой есть погибшие. На автодороге Одесса-Мелитополь в 4 утра микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ. В результате происшествия водители и один из пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Еще 8 человек получили травмы и были госпитализированы. Среди них 10-летний мальчик – все жители Запорожской области. В следствии данного ДТП получили телесные повреждения 8 пассажиров микроавтобуса «Мерседес». А также водитель микроавтобуса «Мерседес» и пассажирка 1979 года, женщина, погибли на месте ДТП от полученных телесных повреждений. На данный момент проводятся следственные мероприятия, выясняется степень виновности каждого из водителей. Одесских спасателей учили, как себя вести с агрессивными собаками. При пожарах в помещениях часто остаются животные, которые могут мешать бороться со стихией. На семинаре побывала и наша съемочная группа. Кинолог Виталий Черлот вместе с кобелем немецкой овчарки Эльбрусом дает мастер-класс одесским спасателям, как правильно вести себя с агрессивными собаками. «Когда вы знаете, что там огонь, это одно. А когда там, возможно, животное агрессивное, страшное, я не говорю про немецкую овчарку, допустим, питбуль, который весит 18 килограмм и может положить легко и меня готового человека. То есть к этому надо быть готовым». По словам кинолога, главное не провоцировать собаку на агрессию. Будь то породистая охранная, служебная, либо просто двор-терьер. Взгляд прямо в глаза собака может воспринять как вызов. И ни в коем случае нельзя загонять даже трусливую собаку в угол. Может кинуться. «В случае с дворнями надо искать забор, машины, что угодно, чтобы прикрыть свой тыл и свои фронты. Они всегда нападают сбоку или сзади. Чаще сзади стараются. Если со служебными собаками и обученными они научно идут, как танки, и вперед, вам нужна открытая территория, для того, чтобы можно было уйти, увернуться, то с дворнями вам надо защищать свой тыл». Теорию знать полезно, но без практики эффективность таких знаний не слишком высокая. Кинолог демонстрирует, как действовать, если собака все же бросилась. Главное – не упасть. По словам спасателей, в некоторых случаях таких знаний не хватало, поэтому вопросов к лектору было много. Собственной кинологической службы в Одесской ГСЧС нет. «Иногда при привлечении нас с целью оказания помощи либо сотрудникам милиции, либо сотрудникам скорой помощи, человек самостоятельно не может выйти из квартиры, хозяин, либо он находится в бессознательном состоянии, животное продолжает охранять хозяина. Ну, в данном случае нужен обязательно специалист. Также возникает трудность при тушении пожара, если в доме находится агрессивная собака». Спасатели отмечают одну особенность – с собаками при пожаре можно столкнуться лишь в домах и квартирах. На открытом пространстве огонь быстро прогоняет и кошек, и собак. А вот при поиске людей в завалах свои служебные собаки очень пригодились бы. Александр Полуев, Седьмой канал. Спортивная Одесса. Через три дня в городе стартует турнир по кроссфиту. Программа включает интенсивные занятия тяжелая, легкая атлетика, гимнастика и многое другое. Турнир «Кроссфит Мэрин Бэй» приглашает всех любителей таких тренировок. Принять участие в соревнованиях смогут даже зрители. С организаторами общалась наша Анна Грынев. Тренировка по кроссфиту длится минимум час. Ее особенность – быстрый темп и никаких остановок. Кроссфит – это функциональные движения, которые мы выполняем при высокой интенсивности. То есть мы берем элементы из тяжелой атлетики, перемещения различных предметов, как штанги, гири, гантели, мячи. И также гимнастика, перемещение собственного тела, подтягивания, отжимания, приседания с собственным весом. И элементы легкой атлетики. Для любителей этого вида тренировок есть хорошая новость. 18 июля вы сможете принять участие в турнире «Кроссфит Мэрин Бэй». Это будет всеукраинский турнир «Кроссфит Мэрин Бэй». В честь нашего клуба мы хотим провести открытые мероприятия. Для всех любителей кроссфита, всех, кто занимается по стране этим направлением, хотим продемонстрировать людям, что это такое, популяризировать направление, которое нам нравится, которого мы любим. Соревнование будет проходить на набережной Одесского дельфинария в эту субботу. В роли судей выступят опытные тренеры и соревнующиеся атлеты. Организаторы отмечают, ждут всех желающих, любого возраста, пола и с любой части страны. Мы ожидаем больше 150 только участников. Также в этом турнире могут принять участие и зрители, которые придут посмотреть. У нас будет сделан отдельный комплекс, который будет также, скажем так, вознаграждаться призами от партнеров. Призовой фонд для победителей турнира формируется из вноса в участников. Он составляет 100 гривен. Также чемпионов ждут приятные бонусы и подарки от спонсоров мероприятия. Анна Грынев, Валентин Мирза, 7 канал. Таким увидели этот день наши корреспонденты. О событиях завтрашнего дня вам расскажет мой коллега Игорь Буренко. Я прощаюсь на неделю. Берегите себя и до свидания.